Вы новичок. Вы часто размещаете видео с YouTube на свой сайт. И многие сталкиваются с такой проблемой. Как вставить безболезненно видео на свой сайт? Быстро и легко. Решение есть. Как обычно это бывает. У вас есть видео, которое вы хотите вставить на сайт. Вы заходите на YouTube, кликаете под видео, например, «Поделиться». Копируете ссылку на данный видеоролик. Открываете статью в Joomla, вставляете ссылку. И что? Ничего? Это просто ссылка. Дальше вы начинаете разбираться в вопросе. Как же вставить, чтобы отображался плеер. И можно было просматривать видео прямо с сайта. Решение есть. Вы идете также к видеоролику, нажимаете «Поделиться». Нажимаете вот на эту кнопку «Встроить». И получаете iFrame-код этого видеоролика. Копируете его. И тут для новичков начинается самое сложное. В статье Joomla вы кликаете на иконку «Исходный код», вставляете здесь «Плеер», нажимаете «Ок» и ничего не происходит. Заходите опять «Исходный код» и все исчезает. В чем дело? В чем проблема? На самом деле это повышенное внимание разработчиков Joomla к безопасности. Дело в том, что некоторые теги запрещены на сайте. И чтобы вы, как администратор, могли легко вставлять видео с YouTube, вам нужно проделать манипуляции. Идти в плагины, разрешить встраивать теги в контент вашей статьи. То есть, например, вот он ругается на iFrame, вот этот вот код. И много чего еще. Целый головняк. И мало того, когда вы вставите вот этот ролик, у вас все-таки получится это сделать. Видео будет неадаптивно на мобильных устройствах. То есть, не будет видео корректно смотреться на мобильных устройствах. И в этом видео я покажу самое простое и бесплатное решение, которое избавит вас раз и навсегда от этой проблемы. Как встраивать видео с YouTube или Vimeo, другого сервиса, менее известного, на ваш сайт. Меня зовут Федор Васильев и подробнее в этом видео. И что вам нужно для этого сделать, чтобы размещать видео безболезненно на сайт. Вы видите ссылку, я оставлю также в описании. Это DJ Extensions.com. Это плагин DJ Embed Lite. Абсолютно бесплатный плагин. Возможно, вам потребуется здесь произвести бесплатную регистрацию на этом сайте. Я просто не знаю, можно ли скачать здесь на сайте, не зарегистрировавшись. Поэтому здесь ничего сложного не. Зарегистрируйтесь, если это потребуется. Для новичков очень простой плагин. Он не имеет настроек. Просто скачивайте его на компьютер, устанавливайте на сайт и будет настоящая магия. Давайте посмотрим, как эта магия выглядит на практике. Переходим в админку нашего сайта. Переходим в менеджер расширения установить. Установим бесплатный плагин. Вот в эту область я просто с компьютера перетаскиваю данный плагин. И он у нас устанавливается. Все. Ничего больше не нужно. Единственное, надо убедиться, что он у нас включен. Переходим в расширение плагины. Если он у вас здесь наверху не отображается, кликайте по ID два раза. Тогда отсортируется и он покажется на самом верху. Включаем данный плагин. Он так здесь и называется. Пройдем в настройки. А настройок тут даже и нет. То есть не надо ничего настраивать, ничего делать. Его надо просто установить и включить. Сохранить, закрыть. И смотрите о магии. Переходим с вами к материалам менеджера материалов. Например, статья 5. Вот сейчас я вам даже покажу на сайте. Вот статья 5. Вы видите, видео здесь никакого нет. Переходим в YouTube. Берем ссылку на тот ролик, который нам необходим. Причем можете даже не заморачиваться взять ссылку прямо отсюда. Из строки браузера. Переходим на сайт. Например, в нашей статье где-то под изображением, под текстом, вообще где угодно. Вы хотите ее разместить. Давайте, например, в самом низу. С новой строки я просто горячими клавишами Ctrl-V проставляю ссылку на YouTube. Пробел ставлю, например. И смотрите, что происходит. Прямо здесь, в админке, уже отображается значок моего видеоролика, который я разместил. То есть уже в админке, если вот так мы это видим, значит уже плагин действует. Остается лишь сохраниться. Пойти на сайт, убедиться, что все работает. Смотрите, прекрасненько видеоролик встал без каких-либо заморочек. Нажмем play, убедимся, что все работает. Ролик идет. Все нормально. Можно сделать на весь экран. И самое главное, самое важное. Просмотрим корректность отображения видеоролика в мобильной версии. Правой кнопкой мыши просмотреть код элемента. Имитация мобильного устройства. Как понять, когда ролик корректно смотрится на мобильном устройстве или он смотрится плохо? Визуально это будет сразу видно. Смотрите, ролик, он как бы вмещается в каркас нашего шаблона. Если мы поменяем ориентацию телефона, здесь тоже все в порядке. Когда видеоролик не вписывается в дизайн, то есть нет адаптивного дизайна у ролика, тогда ролик просто вот так вот за края уходит вот сюда вот вправо и обрезается часть видеоролика, и мы его не видим. Это, конечно же, неприемлемо. На любом сайте ролик должен быть адаптивный. Вот такой вот полезный и бесплатный плагин. Пользуйтесь на здоровье. Надеюсь, я вам помог. На этом я видео заканчиваю, и увидимся с вами в следующих видео.